Не просто отбывать наказание, но и получить полезные навыки, профессию и даже работу о том, как население закрытых учреждений осваивает новые горизонты и что делает государство, чтобы помочь людям изменить свою жизнь и вернуть себе место в обществе в новом выпуске программы «Твизакон». В Шенкенте спецучреждения начинают составлять конкуренцию индустриальным зонам. На территории учреждения номер 54, известного в народе как «31-я колония», открылся швейный цех на 80 машин. Это стало возможно в рамках совместного проекта филиала «Онтустет», «РГП Янбек» и «ТО АЛУА Групп». Главное отличие этого проекта от других предпринимателей инвестировали в производство, расположенное за колючей проволокой. Взамен они обеспечены госзаказами, что гарантирует стабильный сбыт готовой продукции. Основная деятельность «РГП Янбек» у нас обеспечение жизнедеятельности и трудоустройства осужденных, отбывающих наказания в учреждениях. В рамках плана развития РГП нашей программы мы совместно с бизнесом развиваем швейные производства и трудоустроим. На сегодняшний день порядка 100 человек в этом учреждении. И по Южно-Казахстанской области, по Туркестанской области, мы обеспечиваем также в других учреждениях трудоустроим осужденных. А сколько в целом? В целом, в рамках этого года мы, грубо говоря, планируем здесь 100 человек в женской колонии, порядка еще 80 человек. И в рамках следующего года будем заводить также бизнес, совместное производство и будем развиваться дальше. Ну вот на первом этапе, я так понимаю, швейное производство. А дальше? Дальше у нас есть металлообработка, деревообработка, в которой мы будем сборка мебели. На сегодняшний день ведутся ряд переговоров с бизнесом, где мы рассматриваем совместное производство мебели, мягкой мебели, деревянной мебели, школьной мебели. Также в рамках программы «Комфортная школа» по программе этой мы тоже совместно ведем переговоры, где мы будем совместно с бизнесом. Ну и также сам, само РГП проводить, как бы, новые рабочие места. Насколько это интересный бизнес? Вообще, насколько сложно или наоборот легко привлечь бизнес? Есть свои сложности, конечно. На сегодняшний день рынок очень большой, конкурентоспособность большая, но мы делаем акцент на осужденных. Почему? Потому что люди со сроками и находятся здесь, их нужно занять, чтобы люди также поменяли свои взгляды, понимали то, что здесь они тоже как бы нужны государству, то, что они здесь работают. Не просто так, то, что они находятся. В рамках вот этого всего мы планируем вот так все организовать. Ну а бизнес какие-то преференции получает? Таких прям ярких преференций нету. Но получается, как у нас есть площадя, в которые можно просто зайти с нами совместно отработать. Да, это не нужно строить, не нужно, ну, какие-то масштабирования. На сегодняшний день здесь у нас есть мощности, которые нужно развивать совместно, можем развивать. Ну, точно так же есть труд осужденных, соответственно, есть люди, которых можем привлекать на работу. На сегодняшний день, допустим, на, ну, так сказать, в гражданской жизни, как бы, да, рынок большой, перенасыщенный, допустим, людей сложно подобрать на сегодняшний день. Здесь у нас же идет программа обучения, допустим, того же швейного, тех же, допустим, технических направлений, допустим, идет обучение, и где осужденный получает образование и точно так же получает работу. Точно так же, благодаря своей работе, он закрывает свои иски судебные, где-то помогает семье. Вот, в рамках вот такой программы, как бы, мы идем вместе. А оплата труда идет только со стороны бизнесмена, либо государство тоже что-то оплачивает? Нет, тут оплата труда идет через нас, совместно с бизнесом мы оплачиваем налоги, все вместе, как бы, закрываем вот эти все вещи. То есть бизнес приходит на эти территории со своими оборудованием и получает рабочую силу и, соответственно, производит? Да, производит. Мы даем объемы, условно. Есть объемы того, что мы шьем для осужденных, допустим, постельное белье, матрасы, простыни, подъяльники, подушки и все остальное. Также форменную одежду, которую они сами же носят осужденные. Ну и есть объемы, которые мы отшиваем для МВД и для ДУИС. То есть один из больших плюсов у предпринимательных проблем со сбитой? Совершенно верно, да. Предприятия, успешно работающие на территории справедственных учреждений, давно уже не новость. Такая форма отбытия наказания позволяет осужденным не только трудиться, но и получать реальные навыки для дальнейшего трудоустройства на свободе. Более 60% из более чем 900 человек, отбывающих наказание в учреждении номер 54, имеют рабочие места. Но почему так важно давать осужденным шанс проявить себя в труде? Продолжение следует... 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 Если бы был хотя бы один шанс отмотать все назад, никогда не сделал бы того, после чего оказался за решеткой, говорит он сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Единственное, что я не знаю, что я знаю, что я знаю. esaskоды а мн揮 куб куб не г а правда erin конец м подъём шаг куб кин ос м и воз таз а дол Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok После их выхода поуду. Субтитры делал DimaTorzok После их выхода поуду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok После их выхода поуду. После освобождения, чтобы имели возможность трудоустроиться. Насколько охотно на свободе предприятия берут людей, которые имеют судимость? Сейчас в настоящее время есть определенные программы, где мы тесно работаем с местным исполнительным органом и по мере возможности трудоустроиваем всех осужденных. На сегодняшний день лица, состоящие на пробоценном учете по городу Шимкент, работа обеспечена 80%. Кроме труда для осужденных, для осужденных в колониях также организуются курсы по обучению различным профессиям. Одним из таких примеров является агроколледж, расположенный в стенах колонии. Здесь осужденные получают знания по шести специальностям и обучаются на протяжении нескольких месяцев. Мы работаем в том, что в школе Шимкент, работаем в школе Шимкент, работаем в школе Шимкент. Мы работаем в школе Шимкент. Мы работаем в школе Шимкент. афта сессоры пар сессор сайт техник агаштас жени пакет мусы сасады бар и улыбки культунау они ка сэкэс электромонтёр шоу алтыми литвы куча оқыты осын дәрміз олардың барлық осы осы лептеку оқушыларыңыздың жасы куралайты так бұл жүрде жасы ең жасы бұл жүрде біздеген шырма екі жасар айын үлкені апс төртті үлкенде емес пенсиядага адам ол ертен күнде керек жүрміші ма ма қырымтықтар ертен күнде бұл пенсиядага ауру мәсірқамыз денсаулға бар үл ертен күнде жағы бұлғы бұл жағы бұл жағы бұл жағы бұл жағы бұл жағы бұл жағы ма қалымықыз қындықты жүрміші ма қалалары мен � ұл жағы бұл жәғы бұл жағы бұл жағы бұл жағы бұл жағы бұл жағы көниметбеan ма қаламын қампауас кө시는 ісепік ойтамыз туда образование, веросиповедание и свобода совести – те самые права, которые есть у осужденных в Казахстане. За хорушее поведение заключенных могут поощрить благодарность и разрешить поговорить по телефону, а за нарушение во дворquer ICE-штрафной изолятор «занды» на 10 суток. Но в любом случае люди, преступившие закон и оказавшиеся за это в местах заключения, имеют право на вежливое обращение, человеческое достоинство и безопасность. Какие еще законные права, интересы и обязанности имеют осужденные к лишению свободы в Казахстане? В соответствии со статьей 10 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, осужденные имеют право на получение от учреждений или органов, исполняющих наказание, информации о порядке и условиях отбывания наказаний и их изменения, а также на обращение с ходатайством о помиловании на имя президента Казахстана, на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами в адрес администрации или в вышестоящие органы, а также в общественные объединения или международные организации по защите прав и свобод человека, заключенные имеют право на признание их человеческого достоинства, защиту от пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, на личную безопасность во время отбывания наказаний, имеют право общаться и вести переписку, а также обращаться с заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, законом также предусмотрено пользование услугами переводчика, на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи, на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи, на социальное и пенсионное обеспечение, на безопасные условия труда, отдых, отпуск, а также оплату труда в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. К осужденным применяются и меры поощрения, такие как признание заслуг за хорошее поведение, отношение к труду, учебе, активное участие в работе и воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением. Основные виды поощрений в исправительных учреждениях – это благодарность, а также награждение подарком, премирование, предоставление дополнительного краткосрочного свидания, разрешение дополнительного расходования денег в сумме до одного МРП на покупку продуктов, питания и предметов первой необходимости в праздничные дни, досрочное снятие ранее наложенного взыскания. К осужденным, отбывающим наказанием в учреждении минимальной безопасности, кроме вышеперечисленных мер поощрения, разрешается проведение за пределами учреждения выходных и праздничных дней с 9 утра до 6 вечера. Исправление через труд и обучение – это не просто слова, а реальный шанс для многих начать новую жизнь, помогая людям развивать навыки, воспитывать ответственность и формировать новую цель в жизни, мы даем шанс не только на исправление, но и на полноценное возвращение в общество.